И в продолжении темы народосбережения надо отметить, что важнейшее место в этом вопросе занимает медицинское обслуживание населения. Переходя к этой теме, невольно хочется вспомнить короткую шутку, почему люди не падают с вращающейся земли, потому что они прикреплены к поликлиникам. А вот как быть, если вы по каким-то причинам не прикреплены к поликлинике или хотите ее поменять, переехали в другой регион, тут обычно бывает не до шуток. Чтобы продолжить наблюдение у врача, необходимо приписаться к медицинскому учреждению. Как это сделать, с какими проблемами можно столкнуться, какие документы понадобятся и сколько времени займет оформление, узнал наш корреспондент. Все подробности в нашем сюжете. Прикрепление к поликлинике, по идее, достаточно быстрый и несложный процесс, который дает много преимуществ. После регистрации в медучреждении гражданин может оформить больничный, получить консультацию у нужного специалиста, терапевта, окулиста, лора или хирурга. Пройти бесплатное обследование в рамках диспансеризации, а также получить помощь на дому. Можно получить рецепты на лекарства и выписки, например, для оформления инвалидности или санаторно-курортных карт. Без прикрепления получить все эти услуги невозможно, хотя неотложную медпомощь окажут в любом случае. Гражданин может поменять поликлинику, которая является участником системы обязательного медицинского страхования, входит в систему МС региональную и оказывает медицинскую помощь участково-территориальному принципу. В заявительном порядке подается заявление, в котором указывается весь реквизитный состав этого документа, предъявляется паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Как видим в теории, все организовано четко и удобно, но на практике порой все же приходится сталкиваться с трудностями. Наталья вместе с мужем полгода назад решила поменять поликлинику, но оказалось не все так просто. Моя поликлиника не смогла просто оказывать мне те услуги медицинские, которые мне были необходимы, а они мне необходимы регулярно. Обратилась в эту поликлинику, которую я выбрала. Прикрепления никакого не состоялось. Был отказ с формулировкой, что врачи и так загружены, и на вас, конкретно на меня, места у них нет. Поэтому специалисты перед сменой приписки к медучреждению советуют предварительно лично переговорить с представителями выбранной пациентом поликлиникой. Если те согласятся взять гражданина на обслуживание, то только после этого написать заявление и открепиться от поликлиники по месту жительства. Если же смена поликлиники связана с изменением места жительства, то отказать вам не могут. Так и случилось у нашей респондентки. Я просто переехала и, как говорится, по паспорту, без всяких проблем, в ту же минуту в регистратуре меня сразу зарегистрировали, заполнили заявление. Считанные минуты. И дальше, прямо сразу я пошла к врачу. А как же прикрепиться к новой поликлинике при переезде в другой регион? Тут возможны два сценария, рассказывает эксперт Всероссийского союза страховщиков. Когда гражданин обращается по факту наступления страхового события в ту медицинскую организацию, которая находится ближе всего к нему, по полюсу обязательного медицинского страхования выдан на другой территории. В этом случае, так называемые межтерриториальные расчеты вступают в механизм оплату такой медицинской помощи. И гражданину оказывают медицинскую помощь на общих основаниях по базовой программе обязательного медицинского страхования. Если же гражданин переезжает на больший срок, меняет медицинскую организацию, то в данном случае гражданин получает медицинскую помощь в порядке, ничем не отличающейся от жителей этого региона. Один раз в год именно с такой периодичностью вы можете выбрать иную поликлинику, в которой вам было бы удобно лечиться и обследоваться. Исключение составляют лица, которые переезжают большее количество раз в год. Тогда в этом случае законодатель предоставляет возможность приписаться к новому медицинскому учреждению более одного раза.